здоровья желаю дорогие товарищи всех с добрым утром приятного аппетита и хорошего сна на связь выходит офицеры и в данном видеоролике я бы хотел с вами поговорить на ответ разработчиков маленький фрагмент и а догожданных новых сливов war thunder на грядущие обновления и патчи все в этом духе поехали сперва на чё бы я хотел обратить ваше внимание своем это на ответ разработчиков по поводу информации возможно ли добавление италии дополнительные бронетехники или нации наподобие юар или финляндии начатой разработчики ответили да такие планы есть чудо еще подтверждает ту галочку которым уже наши копилки а грядущим появление венгрии war thunder дальше планируют ли предоставить японии топовые zrk на бывые рейтинги они с 0 и выше начало разработчики далее очень странный ответ что японию в течение этого года должны появиться плюс-минус штурмовая авиация топового боевого рейтинга значит он кто-то не понял а я вообще объясню разработчики на данный момент не планируют ввести японии израиль и другие нации топовый zrk но возможно не планируют это мои догадки на секундочку а планируют это сделать дальнейшем будущем как станет намного больше топовой штурмовой авиации в течение нашего года и после того как рандом за полонист вот это топовые штурмовые самолеты штурмовка и все в этом духе разработчики предоставят нам новые комплексы zrk и все в этом духе дальше эта экономика по примеру ебара как вы могли знать и бэру у нас раньше находился на 43 но дальнейшем будущем его отправили на наше время аж на 67 где он более-менее играет веселиться и кайфовать но тут фишка в другом плане экономики и фарма и очков исследования данной машины с 4 3 на 67 данной машине не увеличили те или иные очки опыта исследований почему было так сделано или неизвестно но может быть связано как говорил мой коллега мэра с такой информации что разработчики не хотят терять финансы и что возможно это может быть связано как-то с финансами что данная техника хорошо играется фарм и люди не будут брать пакетики и голду и всего там духе начало тут немножко конечно странно картины и ну или более-менее в нее верится и тут даже парни знать тут не плане вот экономики эбр и все в этом духе опросу плане техники который повышала повышали боевой рейтинг либо уменьшали и тут очень много вопросов в плане техники на уменьшение когда ее опускали на боевой рейтинг ниже но например штурм тигран что у него происходило очками исследований не следуем с очками опыта и всего там духе они как у него были таки остались так понимаю разработчики с этим ничего не не делали тут получается у техники меняется любого рейтинга ранг а очки исследования опыта они машине никак не даются вот такая картина и амара кстати предлагала интересную тему о том что сделать такую тему вы поднимаете технику мартингу дайте больше очков исследования фарма и все в этом духе игроки скажут спасибо и эту идею самара я полностью поддерживаю и согласен с ней планируется ли ведение воздушное противостояние на боевом рейтинге 113 плюс карты на 128 128 километров начала разработчики сказали нет но они планируют немножко поменьше и в дальнейшем будущем они у нас должны появиться и у меня тут вопрос будут ли предоставлены больше более большие карты для совместных танковых боев потому что парни я все понимаю но давайте возьмем вот старые карты они хорошие они прикольные ностальгически вы на их знаете одноизусть дайте будем говорить правде глаза до топов боевого рейтинга 1 с 0 и они не подходят 11 7 11 3 они не подходят никак потому что тут у нас уже ломы у нас в туры и просто про если человек залезть на одну или ту позицию он может контролировать просто всю карту и тактика и баланс тут уже ломается я бы хотел чтобы нам ввели немножко побольше карты это разбавит баланс и авиация не будет нас так и легко находить хотелось естественно побольше городских карт и либо таких деревьев и дальше планируется ли висеть целеуказания для прицела на топовые боевые рынки воздушных боях на те или иные самолеты на которых они ставились на что разработчики ответили что да они это планируют и все в этом духе что возможно данная фишка будет применена не только с первого лица от вида кабина но и также из третьего и это будет очень интересно посмотреть в русский говоря это как наподобие тунгуски вы захватываете цель либо зенитки в рлс видите кружочек предупреждением которому надо стрелять и стреляйте у нас будет плюс-минус аналогичная картина но уже было разработчики у нас и убрали и она может вернуться также дорогие товарищи подписывайтесь на нашу группу вк куда мы оперативно стараемся скидывать все интересные сливы скриншотову интересные подсказки и ответы разработчиков на грядущее обновление ту или иную информацию а теперь давайте приступим что меня очень сильно тут очень техника заинтересовал тут только четыре техники очень сильно его заинтересует первое это т90 м тут конечно немножко непонятно в какой модификации данного что будет к нам идти вообще придет она ведь сливы они могут быть как настоящий но и также и фейковыми но тут мы можем видеть боевую машину т90 м если мы вспомним годом раньше разработчики уже делали гусеницы для т90 м и возможно все таки в этом патче машина придет в рандом дальше модификациями восьмого естественно я сначала подумал что то миссим нас но нет дорогие товарищи там и 8 которого есть оборудование для управляемых ракет и булки гэша неуправляемой ракеты и все в этом духе и он бы идеально смотрелся на боевом в рейтинге 10 и 0 по моему мнению была бы очень прикольная машина напишите в комментариях что вы думаете на мои слова дальше дорогие товарищи су-39 что это такое это су это продолжение су-25 но с управляемыми ракетами с вихрями на секундочку дорогие товарищи и вот данная машина очень очень интересно мне и рандому только мне непонятно каком боевом рейтинге данная машина будет и очень есть такие скептические нотки его появления в тундре по идее она будет идти после су-25 но учитывать боевого рейтинга су-25 и су-39 его уникальное подвесное вооружение и возможность тут очень трудно сказать его боевой рейтинг ну на словах в дальнейшем будущем ну и склоняюсь к 10 3 10 и 0 и наконец-то последняя техника которая меня очень сильно заинтересовал это нона но не простая нона а на колесном ходу на базе бтр-80 и данная машина в артандере очень приятно скажется на геймплей и как дополнительная машина ветку исследования святского союза иначе давайте вспомнить их люди которые все время говорили что у машине вот зачем на батаре они нам не нужны они бесполезны тем временем скажите вот этой машине что она бесполезна бтр башни от ноды я считаю данная машина вот все имеет шансы появиться у нас в грядущем патче а на этом всем всем спасибо за просмотр и пишите в комментариях что вы думаете на всю эту тему и подписывайтесь на данный чудесный канал и на нашего к группу